Всем привет! С вами Вложки. Мы все еще в Барселоне и пришли в порт покормить чаек. А ну-ка, взять! Да, одна чайка, и она моя, я ее буду кормить, потому что она большая, и мы ее заберем с собой. Все, ребят, начали Вложки. Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов makov.net. А я тут смотрю новый клип Coldplay Magic. Ребята, доброе утро, точнее уже добрый день, сегодня 21 апреля, 14-й год, мы все еще в Барселоне, и сегодня второй день, у нас хреновая погода. Думаем, что делать, и вся проблема в том, о, привет, чайка, что сегодня у всех выходной продолжается, и вообще ничего не работает, ни торговые центры, ни магазины, короче, нифига не работает. Думаем, что делать. А ну-ка, может у меня получится чайку покормить? Ааа, блин, у нас хлеб закончился. А, нет, смотрите, еще одна штучка есть, сейчас попробую чайку покормить. Погнали. Ну, конечно, как только я подошел, она улетела. Ладно, сейчас попробую кинуть вон туда вот, может получится. Отец, получится у меня докинуть кусок хлеба туда, чтобы она, чтобы на соседей не попасть. Докинул-то я докинул. Такого чайка я этого не увидела. Ну ладно, конечно, не судьба. Я что-то никак не могу доесть эту свою дошираку местную. Не дошло до них дело. Мы все креветочками пытаемся. Еще вот эти, которые из супермаркета. Цветует хороший супермаркет, называется Деа. Работает и по выходным. То есть можно сюда к ним зайти и все закупить. Вот у них креветки, представьте, это самый большой размер у них называется. Но они какие-то маленькие. То есть получается вот, вот я ее держу. Она маленькая сама по себе. На рынке как-то они побольше. Ну что, еще из вкусненького есть. Это Орео, который у нас до сих пор не продается. Или продается, но просто за бешеные деньги. Так, в принципе, в холодильнике у нас ничего нового. Потому что многие из вас спросили, Илюх, покажи какие там продукты и тому подобное. Да ничего, молоко покупаем. Горчица, этот кетчуп. Вот, оливки, вот это вот вещь. Здесь полкило чистых оливок, либо 800 грамм вместе с водичкой. И получается это стоит 80 рублей. Классная цена-то, да? Еще тут походу по нашей квартире кто-то стрелял. Видите, такое отверстие. Но это отсюда что-то продырявлено. Тут же здесь два слоя стекла. Вот этот внутренний и внешний, а продырявлен внутренний. Вот как вы думаете, что они сегодня делают? Ни хрена они сегодня не делают. Все дома сидят. То есть все что-то там стирают, что-то еще убираются, присосят. На улицах вообще никого нет. Ну ладно, сейчас пойдем, наверное, может на набережную сходим. Там покушаем паэрио или что-нибудь вкусненькое. Потому что дома сидеть уже второй день задалбливает. Хотели съездить в наш веселый диван, который скрипит в музее Дали. Но посмотрели время отправления поезда в 7 утра. А вставать как-то по уштово и ехать туда, полтора часа ехать, что-то не хочется. Танцевал день гулять, еще засадишь там в районе 50 евро. И обратно еще полтора часа. Мы что-то подумали, нафиг надо. Вы знаете, я люблю Red Hot Cherry Papers. Еще вот я очень люблю Coldplay слушать. Особенно самые популярные их вещи, конечно. Вот, у меня даже есть парочка альбомов, купленных в iTunes. Так, собираемся потихоньку выходить. У меня Wi-Fi работает только вот так вот. Если положить, в принципе, на роутер. Потому что роутер здесь, ну, изначально был. У него была антенка. Но она так просто болталась. Я ее в конец отломал. И поэтому он работает, наверное, вот до сюда. А дальше уже на основную часть квартиры не работает. Ну и ладно. Ну ничего, Инстаграм у меня живет. Я выкладываю туда, видите, много фотографий. У нас уже больше 13 тысяч подписчиков. Круто. Сейчас, наконец, проверим, как там на улице у нас погодка. Вроде должна была все обсохнуть. Ох, наша лестница. Я тут сразу заметил, они много таскают велосипеды. Вот эти вот потертости. Неудобно. В целом какие-то узкие проходы здесь. И вообще так все узенько расположено. Все равно здесь тоже не пройдешь. А недавно мы заметили, что в нашем подъезде кто-то курил. Мы заходим. О, кто-то опять здесь нассал. Ну это нормально, это Барселона. Все прямо здесь писают, курят. Беспредельный вообще район. Местные детвора. Это постоянно катаются. Я слишком вызывающе одет точно. И вот в этой зеленой кофте я всегда палюсь. На меня все смотрят. Тут очень много парикмахерских. Можно за 4 евро. Ну это 200 рублей, в принципе, как. В Москве такую можно найти. Выбрать себе причесочку. Ребят, выбирайте какую. Сделай мне. Или даже... Что-то здесь за 1 евро можно купить. Цена хорошая. Ну, какой песик. Здесь столько песиков у нас. Вот еще. Решили. Точнее, я решил. Зайти в магазин. Купить хлебушка, чтобы пойти покормить рыбок на причале. Но, надеюсь, не окажется, как в Москве. Они там все накормлены и никто не будет есть. И чай их можно покормить. Правда, это все запрещено. Прямо прохладненько как-то. Надеюсь, что на причале будет не так холодно. А то у нас ничего теплее-то нет с собой одеть. Не брали просто. Welcome to Черкизово. Перевыхинский рынок. О, еще одна собака. У меня теперь будет мания снимать собак. А здесь еще на вот этом бульваре. Эль Раваль. Рамбла дель Раваль называется. Очень много странного народа сюда сидит. Все они просто сидят и тупят. Ну, это, наверное, местное, которым нечем заняться. Выходят здесь и тусуются. И, конечно, все так на туристов прям смотрят. Где собака? Там на коленах. Ага. Конечно, мы начали замечать, да хренище просто собаку в барсе. В декабре такого не было. Так все скользко. Прямо можно практически кататься. Еще ни разу не показывал вам эту кошку. Так чуть не записывал. Большая кошка с жирным хвостом. О. Сейчас мы ее обойдем. Она, по-моему, да, с ошейником. Смотрите, какой у нее хвост здоровенный. Я так понял, здесь, короче, принято подойти, потрогать ее за усы. Самое это странное место. Странные усы. Что там у нее? Ничего нету? Хе, такой хвост. У нее есть яйца. Так это кот. Нахрена себе. Я думал, что это кошка бронзовая. Круто. А это такой образцовый европейский бампер. Нормально. Так у них, в принципе, все машины выглядят. О, еще одна собака. Знаете, что мини-куперы уже не модны? Сейчас в моде собаки. Илюха будет снимать собак. Еще одни странные велики. Все-таки старенькие. Мини-купер. А вот так выглядит... Мини-купер. Мини-купер, ничего себе. Вот так выглядят люди, которые, в принципе, живут на улице. Вот так все это выглядит. Мне нравятся вот эти металлические стулья, которые просто стоят по всему городу. Можно присесть и реально посидеть. Даже что-то не передохнуть, а переесть. Поесть можно, вот. О, сколько собак. Разные какие, ничего себе. Мотоцикл BMW. Все равно я в мостиках не разбираюсь. Но выглядит прикольно. И по городу очень много смарт-мелов бегает. Чуваку не повезло. Разрисовали его. Ладно. Идем к морю все. Мы идем по этой просто нескончаемой улице. И тут почему-то пахнет бомжиками. Уже на протяжении всей улицы. Представляю, как здесь летом просто воняет. Ну а что ходить? Здесь везде. Вот и переулки. И нет туалетов. Вообще. В туалет можно ходить либо в ресторане, либо дома. И вон у них. Вот эти вот парковки для велосипедов. Один велик остался. Вышел ты с работы. Захотел уехать. Хрену едешь. Нет велика. А тут походу они еще, ну, вставляются и заряжаются как-то этими вилками. Потому что на великах есть эти, как их, фонарики, которые свитятся спереди и сзади. Вот они как-то должны заряжаться, по идее. Хайм уж они от того, что едешь. Ну как-то так сделано. Так это же новый мини. Охренеть. Какой беленький. Какой новенький. Смотри, такой лайфхак для мусорки. Есть такая штука, на нее можно нажать и, короче, открывается здесь дырочка. И там можно покопаться. Вот так вот. Только с Илюхой вы знаете, как открыть мусорку в Испании. Я вам все покажу. А так как везде нет туалетов, и по ночам, к примеру, или днем, если ты пристроишься на какой-то заборчик, либо стену, видите камера? А камера всегда с подсветкой. И тебя как это, в фильмах, подсветят. Ты, наверное, стоять! Конечно, никуда писать нельзя. Эту тайну я еще не разгадал. Как же они здесь все ходят в туалет? Только в ресторанах. То есть заходить и в ресторанах ходить. Даже в Макдаке нет туалетов. Подходим с другой стороны. Слева от нас Рамбла. Как раз оттуда, от площади Каталонии, приходит Коломбо. И вот эта вот улица. Не знаю, как она называется. Все сходится здесь, на кругу. Порт. Ну, туда-то мы и идем. Мы тут подошли, в каком-то помещении. Там лодку строят. Прикольно. Вот лодка большая. И вот длинная. Я, короче, замерз. Потому что здесь ветер еще такой поднялся. Народа здесь, как всегда, много. Потому что все идут, конечно, сюда. Ну, а где еще гулять? По тем черным улицам? Не, нифига. Надо гулять здесь, где красиво и где много народу. Палатка с няшностями. Чипсики. Кока-кола. И пивас. Только подошли на причал. Сразу вроде солнышко где-то выглянуло. А там немножко синее небо видно. Сейчас посмотрим, где тут эти рыбки. Потому что в прошлый раз они были прямо здесь. Такая большая стая рыб была. Ну, ладно, сейчас что-нибудь попробуем. Может, как-нибудь покормить. Как там рыбок прикармливают? Ну, они, по идее, должны приплыть. Сейчас посмотрим. Может, здесь одна будет. Это уже хорошо. Сегодня со мной никто не хочет дружить. Вон, хлеб положил. Ни одна чайка не смотрит. А то с хлеб уплыл. Ну, блин. Там кто-то большой приплыл. Привет, чайка. Бери это твоё. Забирай. На тебе ещё. Хочешь? Подходи. Опа. Ву. Поехали со мной. В Москву. А там кто-то на большой кусок хлеба напал. Кто-то очень большой. Опа. Да не бойся, я тебя не съем. Эээ, сразу бежать, конечно. Ну вот, другое дело. Все приплыли. О! Какие большие рыбины. Прикольно. Вообще, ещё такая акула снизу. Хац! Всех съест. Я даже не знаю, что за рыбину. Напишите в комментариях, если вы догадываетесь. Такая странная погода. Вроде солнечная, но всё равно ветер. Поднимаются опять тучи. Фигня какая-то. Фиг ещё погуляешь на набережной. А то сейчас ещё дождь пойдёт. Короче, непонятно. Завтра вроде обещали солнце. Но вчера и сегодня какая-то прям фиговая погода для гуляний. Не айс. Сейчас вам покажу местную полицию с фургончиками, как у них всё это сделано. Нет, это не она. Вон, смотрите, фургон. Там прямо у них сетка, решётка, чтобы можно было на таран идти. А здесь можно взять тележку, на ней прокатиться. Только, в чём минус? У лошадок прямо здесь это, туалет. И тут пахнет. Вот так вот. Заходишь в Бургер Кинг, а там тоже всё по 7-8 евро. Это от 350 рублей один бургер. Фигово. Ещё раз скажу, что фастфуд – это просто нереальная тема в Европе. Ну вот у меня как-то не поднимется язычок, не откроется рот, чтобы съесть бургер за 400 рублей из бургера Кинга или из Макдональдса. Потому что я знаю реальную цену, к примеру. Что у нас в Москве стоит? Ну, сотку, наверное. Даже BigTest. Какая экономика в России? BigTest и 140 стоит в Москве. Ну, может, чуть побольше. BigMax стоит, по-моему, 80. Здесь за 370, ну, это же фигня. А вот и пса нашли. Да, и сразу пописывает. Прикольно. Ну, хоть и есть куда выйти. Привет, пёс. Продолжаем блуждать по улицам Барселоны. Мне кажется, мы весь старый город уже обошли вдоль и поперёк. По всем маленьким улочкам. Конечно, всё-всё видели. О, смотри, какая прикольная штука. Типа чувак пытается кирпич утащить. Это должна быть наклеечка. Классно сделано. Слава, что вообще не суваться. Я помню, мы здесь вечером ходили. Столько подозрительных людей здесь. Полно. Зашли в магазин, а здесь столько всего разного. Что можно купить. О, начисто взяли. И соус к ним. Много всего вообще не очень похоже на то, что продаётся вообще у нас. А вот такие штуки вы должны узнать. Они в России у нас продаются. Смотрите, что нашли в магазине. От Старбакса продаются охлаждённые напитки. И прям вышел, и можно выпить. Сейчас затестим, попробуем. Вроде прикольно. Купили опять себе всякие штуки вкусные. Мне бургеры понравилось тут делать. Так прикольно выходят. И булочки вкусные. И горчицы прям вот то, что надо. Не надо ни в какие бы в Рехил сходить. Очень вкусно получалось у меня. А может целый вечер лежим, смотрим. Без стыдников. Или без стыжих. Или как они там ещё называются. Шеймлесс. Мы наверное уже сколько целый... Это четвёртый сезон. Вторая серия. И за день мы наверное серию уже пять или шесть посмотрели. Очень клёвый сериал. Завтра обязательно куда-нибудь пойдём. Ну а сегодня у нас просто нету сил. И сейчас пойду опять жарить креветки. Потому что, блин, мы здесь. Надо кушать креветок побольше. И вот смотри какая разница. Эти креветки куплены в магазине. То есть вот она. Даже раз. Вот самую большую найду. Наверное вот. Это из магазина. А эти у нас с рынка получаются. Ну конечно самую большую я здесь не найду. Ну вот. По примеру смотри. Вот эта большая. Эта самая большая из магазина. Да они тут в принципе все такие. Намного больше. И можно здесь даже голову есть. Она очень вкусная. А об этих нифига. Мы пришли к выводу, что цена перец креветок такая же, как в Москве. В районе где-то 600 рублей. Здесь конечно они получаются свежее. Такие большие в Москве. Ну где-то да, они так стоят. Там 600, 700, 800 рублей. Есть королевские большие. Ну такие совсем большие. Они что-то за 1400 продаются. А ночью у нас здесь относительно тихо. Сейчас наверное все там смотрят сериалы какие-то. Тишина. Только над городом Барселона. Такое оранжевое зарео. Как над каждым городом Европы. Ну ладно, а я вам хочу пожелать спокойной ночи. До завтра, ребят. Спасибо, что досмотрели этот vlog до конца. Хоть он был не такой насыщенный. Но все же, вы смотрите. Все, давайте комментарии, лайки, подписки. И всего-всего вам. Давайте, пока. Вау.